Здарова! Это Кира, мой хороший друг, стример и ютубер. Она отвечает, что у неё качественный контент. На канале крутые видосики и репортажи с игровых мероприятий. Кстати, недавно был стримфест, а тут тоже есть видосик. Советы для начинающих стримеров, куча игровых видосиков, сталкер, ведьмак, ну ты понял. И, конечно же, без хардстоунчика никуда. Кстати, скоро должны быть видосы по лору персонажей из хардстоунчика, которые вы меня долбили делать. А теперь будет у кого посмотреть. Ссылочку я, конечно же, оставлю в описании. Передавайте привет от меня там. Ну чё, здорово. Сегодня мы будем с вами запускать рафлокоптер. Почему? Потому что потасовка это, в принципе, отстой. И я не хотел по ней видос сделать, потому что, ну, ты закидываешь существ, которые противник будет вытаскивать каждый конец своего хода. И, в принципе, весь прикол состоит в том, что мы запихаем вместо хороших карт, запихаем плохие карты, и противник будет плохие карты вытаскивать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, это не смешно. Но я придумал колоду, которую точно никто не ожидает. Пускай он вытаскивает карты, пускай. Это мне будет только на руку. Вообще, изначально, 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 я думал, что, окей, если дело не в картах, если все закидывают какие-то карты плохие, то почему бы не взять и не поставить? Перетворимся сейчас дурачком, да? И не поставить усиленную силу героя. Например, Баку сделать или Генаси, да, Грива. Ну, ты понял. Это отличная идея. Не понял. Оказалось, не все так просто. Потому что, помимо тех 20 карт, которых ты выбираешь, тебе запихивают еще 10 рандомных заклинаний, которые рандомные. И законтрить четность или нечетность он их, ты не можешь. И Баку не будет работать. И это печально. Давай сделаем так, притворимся дурачком максимальным, чтобы максимально его обескуражить. Но вряд ли он, наверное, сейчас проигнорит бабу мой 11. Что приказать? Не пойдет просто в... Он просто в лицо идет! А теперь смотри. Ох, и второй подваливает. Теперь смотри, в чем суть моего рафлокоптера. Я просто... Слава Синдарай! Пускай он забирает карты. Пускай они с баблом. Бабл это круто. Бабл окей, да? Пускай забирает. Но... Да кто саму с собой таскает? Камон! Что? Ладно, у меня еще один есть. Окей, хорошо. Опа! А вот и я. Ха-ха-ха. Вся суть в том, чтобы вытащить Славик и Синдарай в самом начале игры. И потом по-любому будут баблы. У противника всего два царик хп. Два царик. Даже если ты два бабла скушаешь, то у тебя будет 9-9 хрень на столе. Огромная такая, которая за два хода сожрет твоего противника с потрохами. И у него не останется никаких шансов. Это Майн Геймс. Так, не надо адаптацию в яд. Окей, я думал сейчас адаптация и яд, прикинь. Было бы неприятно. Вот этого точно никто не ожидает. Обычно все такие... Эээ, мы типа там, этот, этот, типа. Блин, я забыл то, что у меня сила героя сильная. Ну ладно, все равно пойду. Пойдет. То есть вот эту колоду никто не ожидает. Я не знаю, зачем ему 5-5 в колоде, которая мне падает. Типа, у тебя 20 хп, если бы мне 5-5 вывалилось бы на первом ходу, то и пофигу, я бы ей просто продолжил бы бить тебе лицо. Ладно, нам странный чел попался, но это первая катка, первая пробная. И она заходит на ура, потому что Славик Синдарай в 2 штуки мне попалась в начале игры. Окей, тут мне повезло. Еще мне повезло то, что противник вообще забил хера, просто бил в лицо. Эээ, буду бить в лицо. Ну и баблы не исчезли, мне тут повезло. Окей, едем дальше. Маг. Но вот с магами сложнее, потому что у них офигенные заклинания даются. Я изначально, когда хотел записывать видос по потасовке, сыграл первый раз с магом, мне дается этот... Скажи мне, скажу тебе. Ну-ка, быстро, 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 тык-тык-тык-тык-тык. Оберег маговский, который от элементалей вываливается. И у меня как раз в колоде куча огневичков было, то есть я разбафал этот оберег до максимума и потом жахнул ему пару фаерболов. Но! Оу, волна скилла. Это может... Мистер Кусака? Ну, короче, с магами тут сложнее всего. Если вы не знаете, кем играть в этой потасовке, просто берите мага и просто напихайте себе рандомных существ. И вы тупо за счет заклинаний победите. Если вы чисто ради паков играете. Конечно, не то, на что я рассчитывал. Потому что 3-3 ему все равно не хочется... Не хочется отдавать. Вау! Брехлесткая ворона. Даже если он каким-то сраком на выверт забирает Славика Синдерай. То у меня куча маленьких заклинаний в виде секретов. И я просто буду вываливать кучу существ с помощью вороны. Да, у него тут банально не было шансов. Просто мне опять повезло! Ладно, нормальную катку найти. Я не знаю, лучше байса, наверное, не существует в хардсоне. Потому что бабл это настолько противная вещь. Вот ты когда видишь бабл, блин, это надо как минимум двумя существами атаковать это существо, чтобы сбить бабл. А потом ударить по этому существу. Ууу, не хочу. Просто забью. Подумаешь, там маленькое существо. Один-один с баблом. Ну и фиг с ним, да? Пойду в рожу. В рожу всегда приятно идти. Вспомните первое правило в хардсоне. Не знаешь, что делать? Бей в рожу! Красиво. Кстати, сейчас идеальный вариант просто. Он не выставил никакое существо. И ему выпал восковой элементарь, который не может атаковать. То есть это как минимум, как минимум три бабла. А если сейчас ему в сутки выпадет еще один бабл. Это 15-15? Это Славик пятнашка. Славик на пятнашке. Просто выехал на своей. Вот обычно на стермах заводят жигуль. А вот если ты заведешь Славика, то он будет 15-15. Такой вот здоровый мужик просто. Кстати, очень старый, очень-очень-очень старый. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще взрывная ловушка, да? Очень старый прикол про Славика Синдаря, что Рейцарь Крови это самая вежливая карта в хардсоне. Я не знаю, чем я думал на самом деле, когда ставил Болвера Фурд Дракона себе в колоду. Думая то, что... Еще одно существо с баблом, блин. Славика Синдаряя бафать, но... С другой стороны, это легендарка. И вот когда ты разыгрываешь Рейцаря Крови, он такой выходит и со всеми знакомится. Здоровый такой. Здравствуйте. Меня зовут Славик. Фамилия Синдарай. Да ладно, мужик. Мужик, у тебя была сова и ты ее не использовал. У него был какой-то план, и он его придерживался. И похер то, что там 15-15 рожи стоит. Ладно, 15-1. Извините, это так важно. И с ветрячком БАМ! Знаешь, как надо вставить момент. Я из ядерной бомбы в Modern Warfare. Короче, необычные колоды в потасовке, это просто... Когда ты действуешь по своему плану, а не берешь просто колоду из интернета, это офигенно.